Здравствуйте! Вы смотрите итоги недели на 35tv.ru, первом интернет-телевидении Вологодской области. Мы отобрали для вас самое главное событие, прошедшее на минувшей неделе. Сегодня мы расскажем о том, чем завершился конфликт перевозчиков в администрации Вологды, какой новый штамм гриппа придет на Вологодщину предстоящей зимой, а в эксклюзивном интервью нашему телеканалу претендент на кресло сити-менеджера Вологды Андрей Травников расскажет, почему он принял решение вернуться. Полпредство поддерживает проекты Вологодской области. В частности, речь идет о строительстве моста через Шексну в Череповце и о строительстве обхода Вологды. Об этом заявил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов во время своего визита в Вологду, который состоялся 12 октября. Вологодская область стала шестым регионом, который посетил новый полпред Николай Цуканов. Он был назначен на эту должность сравнительно недавно, в конце июля. До этого момента Цуканов в течение шести лет возглавлял Калининградскую область, а вообще начинал свой трудовой путь газоэлектросварщиком на заводе «Микродвигатель». Что интересовало полномочного представителя президента в Вологде и какие заявления он сделал, расскажет Юлия Савенцева. Вологодщина – лидер в Северо-Западном округе по многим показателям, но есть и над чем поработать. Так оценил регион полпредпрезидентов СЗФО Николай Цуканов. Накануне он посетил Вологодскую область. Первостепенной задачей стояло посмотреть, как в регионе решаются вопросы содержания развития дорожной сети. Но кроме того, полпред обратил внимание и на реализацию программ переселения из ветхого аварийного жилья и образования. Первым делом Николай Цуканов направился в Прилуки, где осмотрел один из домов, построенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Новые квартиры в домах на улице строителей в прошлом году получили почти 200 семей. И, как говорят жильцы, всем довольны, в квартирах тепло, с водой проблем нет. А вот во дворе у полпреда возникли вопросы к расположению детской площадки. А что, в детской площадке больше не было? Ну вот между домами. Вот это между теми двумя домами прогулочная зона, а здесь детская и спортивная площадка. То есть там велосипедная зона есть, прогулочная зона есть, но люди с детьми гуляют здесь, поэтому может быть какой-то бордюр, может быть, уже с управляющей компанией. Да не может, а нужно поставить. Вопрос с ограждением будет решен в течение месяца. Затем Николай Цуканов посетил Вологодский многопрофильный лицей, одно из лучших учебных заведений региона. Сегодня в нем обучаются около 500 детей со всей области. А само учреждение в рейтинге лучших школ страны занимает 18-ю строчку. Лицеисты – постоянные участники и победители Олимпиад разных уровней. К тому же учреждение – база для реализации возможностей одаренных детей со всей области. И это яркий пример развития системы образования Вологодщины. За последние 4 года построено в Вологодской области 8 школ, не так много, но это позволило нам... Очень хорошо. 2 школы в год. Да, ну они реконструированы и построены. А, реконструированы. Реконструированы, да. Пристройка, реконструкция и строительство, да, правильно, Николай Ильич. Поэтому у нас всего 18% детей занимаются вторую смену, что на уровне и Центральной России, и Северо-Запада будет достойный результат. По детским садам за последние 4 года нам было построено, реконструировано 66 детских и школьных учреждений, что позволило нам создать более 10 тысяч новых мест в детских и школьных учреждениях. Мы полностью выполнили программу президента. Все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами. И сейчас мы идем уже от 1,5 до 3, открываем ясельные группы, особенно в крупных городах. Развивается в регионе система доп. образования. Сегодня более 70% детей занимаются в различных кружках и секциях. Укрепляется система профессионального образования. Сегодня в области 21 тысяча студентов, на 15% больше, чем в прошлом году. Положительный результат, достигнутый регионом в этой сфере, оценил и Николай Цуканов и предложил транслировать этот опыт на все субъекты Северо-Запада. Конечно, основными в ходе визита стали вопросы развития дорожной сети региона. Мы обозначили наши проблемы, проблемы недофинансирования. Наша задача увеличить объем выделяемых муниципальный дорожный фонд. Очень большая проблема для жителей отдаленных населенных пунктов решения транспортной доступности. Ну и самое, наверное, главное – это обеспечение безопасности. Последняя поставлена задача – разработать трехлетнюю программу, публичную программу строительства дорог, реконструкции дорог, реконструкции уличной дорожной сети в крупных городах и муниципальных образованиях. Задачи, которые поставил Палпред, будут, безусловно, выполнены. В свою очередь, Палпредство готово поддержать инициативы Вологодской области в части строительства обхода, в части строительства моста в Череповце. Сложно, емкие по финансам задачи, но в свою очередь мы готовы вместе пойти и разговаривать с Министерством транспорта Российской Федерации, потому что это необходимо, это уже назрела проблема. Отметим, что это был первый визит на Вологодщину Николая Цуканова в должности Палпреда президента. На этот пост он был назначен в июле этого года. Путин, помоги! Губернатор, помоги! Частные автобусы с такими призывными наклейками вышли на улицы областной столицы в понедельник. На этот своеобразный митинг их вынудила крайне непонятная ситуация с выдачей маршрутных карт. Дело в том, что перевозчики еще в августе выиграли конкурсы на обслуживание ряда маршрутов и в течение 10 дней должны были получить необходимые документы. Но процесс затянулся настолько, что предприниматели стали опасаться и вовсе остаться без работы. В ситуации разбирался Кирилл Нифонов. Чтобы разобраться в вопросе и поставить точку в конфликте Департамента городского хозяйства и перевозчиков, вечером того же дня в городской администрации состоялось совещание, на которое были приглашены все стороны спора. Наша задача сегодня обсудить ту ситуацию, которая сложилась в городе. Понятно, что необходимо принимать кардинальные меры. Наша задача одна сделать, чтобы перевозка наших граждан была в первую очередь безопасна, вовремя, ну и, так скажем, в разумные деньги. Первым словом я представляю Антону Сергеевичу по ситуации, связанному с организацией транспортного обслуживания. Антон Сергеевич, пожалуйста. Произошедшие с частными перевозчиками конкурсы в действительности были проведены. Вопрос, касающийся выдачи карт, он был, значит, несколько раз рассматривался. В том числе здесь были нюансы по согласованности расписания движения по маршрутам. Те расписания, которые предлагались изначально, они город, как муниципальный заказчик, ну, можно сказать, что не устраивало. Сейчас в основном по всем маршрутам, которые выиграны частными перевозчиками, расписание согласовано, в соответствии с чем будет осуществлен допуск работы на маршрут в установленном порядке. По словам самих перевозчиков, ссылающихся на 220-й федеральный закон, расписание движения не является основанием для отказа в выдаче разрешительных документов. Причина, которая заставила пойти частников на крайние меры, негативное настроение в коллективе. Водители и кондукторы видят, что по документам обслуживание маршрутов заканчивается 31 октября, а новых нет, и люди боятся потерять работу. Водители начали подавать заявление об увольнении, кто-то в отпуск. Пошел нездоровый слух, что работы после 1 ноября уже не будет. В общем, в коллективе началась паника. Повторные обращения ни к чему не привели. Результат видим-то, какой мы видим. То есть, последнего дня никто не хотел ожидать, коллектив начал распадаться на глазах. Вот что данным сподвигло к этой акции. Нам не хочется каких-то обострений ни с властью, ни с городом. Мы политически не мотивированы. Мы хотим просто работать. Тем более в этой ситуации, в которой сейчас в стране происходит. Если нам дадут спокойно работать, в городе будет и техника, и порядок. По итогам совещания было принято решение виновных в нарушении сроков выдачи маршрутных карт, а именно отдел транспорта Департамента городского хозяйства Вологды, привлечь к ответственности. Отчастникам в течение одного дня выдать документы по выигранным маршрутам. Как стало известно уже на следующий день, положенные по закону маршрутные карты частники все же получили. А это значит, что их автобусы продолжат ездить и после 1 ноября. Однако, кроме этой проблемы, есть и другие, связанные они с качеством перевозок в Вологде. С начала года в городской администрации приняли почти 200 жалоб на работу общественного транспорта. Больше всего в Вологжане жалуются на обслуживание отдельных маршрутов. Но кроме этого, их не устраивает грязь в салонах автобусов, хамство водителей и кондукторов и нарушение расписания движения. Иногда очень долго ждешь автобуса, особенно в восьмерку, получается такое ощущение, что он опять ездит через переезд. Как будто нет у нас в яду конового. Долго ждать. Приходится иногда очень долго ждать автобуса. А когда автобус приезжает, в ужасном состоянии, особенно частные перевозчики. Вот 36-й ходит, он под обеденный перерыв. Когда с 12-ти где-то до часу, они могут один рейс всего сделать вместо трех. Поэтому иногда... Ну, сейчас уже холодно становится. В субботу полтора часа двойку ждала вечером. Не ходит абсолютно. Еще дети в школу ездят, как-то поддерживают. Никакого управления нет. Вообще кошмарно попасть вечером. А сколько людей сейчас здесь вот. На Лаврово сколько выходит. Здесь домов. Вот новые дома. Транспортом вообще никто не занимается. 29-й так не очень, конечно. Сами автобусы очень такие. Как сказать, не очень. Нравятся. Там утром так хорошо ходят. Быстро. Да хорошо все. Я не больно часто езжу, но мне нравится. Только что по заботе ничего нет. Исполняющий обязанности мэра Вологда Сергей Варапанов поручил департаменту городского хозяйства в ближайшее время заняться разработкой новой маршрутной сети общественного транса, которая учитывала бы интересы перевозчиков и пассажиров. Маршрутная транспортная сеть предназначена для перевозки населения общественным транспортом. Она была разработана в 2009 году и утверждена. За 7 лет многое изменилось в городе. Изменился и поток общественного транспорта, изменился поток личного транспорта. Изменились приоритеты людей пользованием тем или иным видом услуг общественного транспорта, либо троллейбусами, либо автобусами муниципальных перевозчиков, либо частные перевозчики. Также произошло и развитие города. То есть построены новые объекты, как культурно-массового отдыха людей, так и мест проживания их. Естественно, это все не могло повлиять на маршрутную сеть города. В принципе, нуждается, может быть, не в столь кардинальном пересмотре, как это было в 2009 году, но, тем не менее, нуждается в дополнительном изучении пассажиров потоков и корректировке. Где-то, возможно, эта корректировка коснется лишь расписания и небольшого изменения маршрута движения. Где-то маршрут движения будет преобразован более глобально. В борьбу за кресло сети менеджера Вологды вступил заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, бывший заместитель губернатора Вологодщины Андрей Травников. Напомним, что по новой системе местного самоуправления у муниципалитета будет две головы. Глава города, он же председатель Гурдумы, компетенциям которого относятся решения политических вопросов и стратегии развития. И мэр города, иными словами, наемный сити-менеджер, который будет заниматься текущими вопросами управления городом. Главой города депутаты уже избрали Юрия Сапожникова, а на должность мэра объявлен конкурс. Здравствуйте, я Рабон Капангель Александрович. Я хотел бы участвовать в конкурсе на замещение в области города Вологды и хотел бы подать документы. Город Вологды с огромной историей, с огромным культурным наследием и потенциалом. Город, который вносит значимый экономический вклад в развитие Вологодской области. Город, который имеет потенциал для развития, город, который, с одной стороны, достиг хороших результатов в социально-экономическом развитии. Это я могу оценивать, в том числе и с позиции сегодняшней своей работы. Заместитель полномочного представителя президента. Вы понимаете, что я имел возможность посетить неоднократно и сравнить Вологду с другими столицами Северо-Запада. В городе Вологде, работая в правительстве Вологодской области, я жил. Мне этот город очень нравится. Здесь хорошо работает, легко живется. Город действительно очень достойно выглядит на фоне других столиц Северо-Запада. У города неплохие достижения в социально-экономическом развитии. Но, тем не менее, как у любого города, есть проблемы. В том числе и проблемы достаточно острые, которые предстоит срочно решать. Есть потенциал для дальнейшего и ускоренного социально-экономического развития. Мне все это интересно. Я хочу работать на позиции мэра города, который управляет решением проблем города, который управляет развитием такого крупного столичного центра, как Вологда. Я хочу организовать эффективную работу команды администрации города Вологда. Именно Андрея Травникова политические элиты города называют наиболее вероятным претендентом на должность мэра Вологды. К его плюсам относят большой опыт управления, в том числе городским хозяйством. Ведь Травников был заместителем мэра Череповца и исполняющим обязанности мэра города. Он вхож в высшие эшелоны власти. А городу просто необходим такой руководитель, чтобы можно было привлекать как можно больше федеральных средств. Ну и третий его плюс – это лояльность областной власти. Он долгое время работал в одной команде с нынешним губернатором Олегом Кувшинниковым. Андрею Травникову 45 лет. С 1992 по 2010 год он работал в компании «Северсталь». Затем в течение двух лет занимал должность первого заместителя мэра Череповца. Вместе с Олегом Кувшинниковым пришел и в правительство Вологодской области. С июня 2014 года работал в полпредстве. И вот сейчас, похоже, снова возвращается в Вологду. О том, почему Андрей Травников решил вернуться в область, мы узнали у него самого. Подробности в нашем эксклюзивном интервью. Добрый день. Сегодня мы беседуем с Андреем Александровичем Травниковым. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте. Буквально сегодня вы подали заявление на конкурс на замещение должности мэра Вологды. Скажите, что вас, федерального чиновника, которому некоторые источники прочили серьезную карьеру в Москве, побудило пойти на этот шаг? Я не буду комментировать слухи из-за некоторых источников. Действительно, я в начале этого года задумался, что я хотел бы поменять свою работу, потому что работа в аппарате полпреда важная, но она имеет свою специфику. Я же хотел вернуться к более управленческой деятельности, к хозяйственной деятельности. Были разные варианты, в том числе и варианты продолжить свою карьеру в федеральной государственной службе, но одновременно поступило такое предложение по участию в конкурсе на должность мэра города Вологды. Я решил воспользоваться этой возможностью, потому что сама Вологда, Вологодская область и работа в муниципальном управлении, в государственном управлении, в реальном управлении хозяйством, она для меня близка. Вы подали заявление, какова дальнейшая процедура? Она прописана соответствующим порядком, утверденным решением Вологодской городской думы. 31 числа заседание комиссии, где будут рассмотрены документы, которые представлены кандидатами, участниками конкурса. Будет произведена оценка документов, будет произведена программа, которые были представлены кандидатами. Ну и по результатам комиссии должны быть отобраны кандидатуры, которые будут вынесены на рассмотрение депутатов городской думы для голосования, для утверждения кандидатуры на замещение должности мэра города. Затем контракт и преступление к исполнению обязанностей. На каких первоочередных задачах необходимо сосредоточить усилия городской власти? Ведь для решения поставленных задач требуются финансовые ресурсы и немалые. Вы правильно, по сути дела, сказали о первоочередной задачи. Это задача формирования и исполнения бюджета. Это потому, что бюджет – это основной источник для решения многих проблем. Первое. Второе. Мы находимся сегодня в завершающей стадии бюджетного планирования. Поэтому нужно подготовить качественный проект бюджета на 2017 год. Его нужно предварительно обсудить с депутатами городской думы, вынести им на рассмотрение. Предварительно нужно основные параметры бюджета будет обсудить с правительством Вологодской области, потому что, я уже говорил, без поддержки регионального правительства многие задачи, конечно же, будут сложно решать. Второй блок проблем, которые будут решать в первоочередном порядке – это обеспечить оперативную и финансовую деятельность ключевых предприятий города, муниципальных предприятий и обществ с участием муниципалитета для того, чтобы сохранить их устойчивую деятельность, обеспечить жизнедеятельность города Волгода. Полное интервью с Андреем Травниковым вы сможете прочитать в областной газете «Красный Север» в номере, который выйдет в среду, 19 октября. Только с 13 по 23 октября подпишись на областную газету «Красный Север» на первое полугодие 2017 года по выгодной цене – 435 рублей. Подписку можно оформить в любом отделении Почты России. Впервые за 25 лет в Великом Устюге, который минувшей весной испытал на себе сильнейшее наводнение, проходят науглубительные работы на реке Сухане. Это стало возможным благодаря выделению Министерством природных ресурсов дополнительных средств нашему региону. Продолжение сотрудничества области и Министерства природных ресурсов в части защиты Великого Устюга от наводнений на этой неделе обсудили глава региона Олег Кувшинников и глава Минприроды Сергей Донской. Состоялась моя встреча с Министром природных ресурсов Донским Сергеем Ефимовичем. Уже третья встреча в этом году. Главная тема для обсуждения – это, конечно, выполнение мероприятий по защите города Великого Устюга и Великого Устюгского района от наводнений. Первый вопрос, наверное, главный – это строительство противопаводковой дамбы. В следующем году мы начинаем первый этап – это береговое укрепление реки с разбивкой на три этапа, со сроком окончания этих работ в 2019 году. Второе – это продолжение дноуглубительных работ на реке Сухана и Малосеверная Двина. Я поблагодарил министра за то, что из резервного фонда министерства в этом году было выделено дополнительно 25 миллионов рублей на дноуглубление реки Сухана с 4 по 6 километр. И все мы видим, что впервые за 25 лет начались в этом году масштабные дноуглубительные работы на реке Сухана. Также попросил министра, чтобы он дал поручение о разработке проектно-смертной документации о дноуглублении реки Малосеверная Двина от Великого Устюга до Котласа. 11 перекатов, где стоит лед во время ледохода. Нам необходимо проводить дноуглубительные работы, а это 80 километров. Объем инвестиций колоссальный, поэтому 20 миллионов рублей на проектно-смертную документацию, которая должна быть закончена в следующем году, министрам тоже будет выделено. Поэтому все эти вопросы обсудили, поблагодарил министра за поддержку. Уверен, что все эти мероприятия будут выполнены в установленные сроки. Глава Вологодского района Александр Гордеев покинул свой пост. На минувшей неделе он официально стал депутатом законодательного собрания Вологодской области. Председатель региональной избирательной комиссии Денис Зайцев вручил ему соответствующее удостоверение. Таким образом состав нового парламента сформирован окончательно. В составе какого комитета Александр Гордеев будет работать в ЗСО депутаты решат на очередной сессии. Она пройдет в среду 19 октября. Однако известно, что в областном парламенте вакантно лишь место в комитете по вопросам местного самоуправления. На этой же неделе, обсуждая повестку предстоящей сессии, депутаты выступили с инициативой, которая порадует многих автомобилистов. Теперь автовладелец, чья машина оказалась на штрафстоянке, сможет забрать ее в любое время, а оплату внести в течение 30 дней. Рассмотрен перечень вопросов, один из которых внесли депутаты в законодательное собрание в так называемых штрафстоянках Вологодской области. В чем суть изменений? Владелец автотранспортного средства, который попал на штрафную стоянку, вправе теперь будет по новому законодательству забрать свое автотранспортное средство, предъявить соответствующие документы, оплатить те услуги, которые были ему предоставлены по эвакуации, прежде всего транспортного средства, в течение 30 дней после того, как он это заберет. Вот ключевое изменение. Еще один транспортный вопрос возник на этой неделе. Правительство области и северная пригородная пассажирская компания вновь обсуждают вопрос компенсации за электрички. Область по-прежнему без решения суда отказывается возмещать убытки в 700 миллионов, которые предъявляет РЖД, но готова компенсировать межтарифную разницу, которая составляет 70 миллионов рублей. Сейчас ситуация не настолько острая, как складывалась в 2014 году. Стороны пришли к взаимопониманию и готовы сотрудничать. Главное, чтобы у Волокжан была возможность пользоваться электричками. О том, как идет переговорный процесс с РЖД, рассказал первый заместитель губернатора области Виталий Тушинов. Традиционно в конце каждого года в рамках решения вопроса по заключению договора на транспортное обслуживание мы начинаем переговорный процесс с северной пригородной пассажирской компанией. Это дочерняя компания нашего главного перевозчика РЖД Российской Федерации. И все решения вопросов, которые принимаются в рамках вот этого переговорного процесса, в рамках проведения встреч, в рамках проведения в последующем тарифного регулирования, все эти вопросы так или иначе касаются, естественно, всех граждан Вологодской области. Всех без исключения. То есть, ну, кто пользуется услугами железнодорожного транспорта. Таких у нас достаточно большое количество. И не нужно забывать, что у нас в Вологодской области есть те населенные пункты, которые мы считаем зависимыми от железнодорожных перевозок. Поэтому решение вопроса о заключении договора на 2017 год, оно, естественно, находится в центре внимания правительства Вологодской области. Если ранее эти вопросы у нас проходили достаточно с большим скрипом, можно так честно признаться, потому что не было принято решение поддержки бюджета, дополнительных расходов на оплату услуг перевозчика, достаточно долго этот вопрос решался на федеральном уровне, и были различные споры, в том числе и у Вологодской области с железной дорогой. Не единственным субъектом Вологодской области была среди тех, в отношении кого были в 2014 году прекращены перевозки населения. Поэтому отношения у нас с железной дорогой достаточно длительные. И вот для того, чтобы все эти вопросы снять, на последней встрече, которая у нас состоялась вчера, было принято решение о том, что мы проводим соответствующую встречу, в рамках которой готовим так называемую согласительную комиссию. Эта согласительная комиссия снимает все острые вопросы, которые на сегодняшний день у нас остались. В первую очередь это вопросы в большей степени технического характера, потому что все вопросы, которые, отнесем их к принципиальным разногласиям, они были разрешены еще до этого. То есть два основных вопроса – это решение вопроса по возмещению убытков компании-перевозчику. Здесь было принято однозначно решение о том, что Вологодская область, как и многие другие субъекты Российской Федерации, идет по пути решения этого вопроса в судебном порядке. Инициатором рассмотрения этого спора является непосредственно Северная преградная пассажирская компания. Именно их иски к Вологодской области рассматриваются в суде. На сегодняшний день такое решение вынесено только по одному году, это 2011 год. Напомню, что общая сумма убытков, которая предъявляется в Вологодской области – это 755 миллионов рублей за период с 2011 по 2015 год. Поэтому нами было принято решение. Решение это было поддержано в том числе и на правительственной комиссии Российской Федерации о том, что те субъекты, которые идут по такому пути, должны дождаться вступления решения в законную силу, после чего будет принято окончательное решение о порядке возмещения этих расходов. Пока такого решения, которое бы вступило в законную силу, у нас не имеется. Мы имеем решение только суда первой инстанции. Все прекрасно знают, что судебная практика рассмотрения дела в армитражном суде достаточно длительная. Поэтому ранее, чем по прошествии полугода, мы не видим возможности урегулировать этот спор. И еще раз говорю, что этот спор будет уреглирован путем принятия за основу того решения суда, которое вступит в законную силу. Второй вопрос, который мы рассматриваем, это вопрос межтарифной разницы. Эта сумма у нас колеблется в пределах 70 миллионов рублей, то есть сумма значительно меньше тех убытков, которые есть. В прошлый год у нас было принято решение о том, что мы компенсируем эту сумму из областного бюджета. Аналогичное решение мы предлагаем северной пригрызной компании и по этому году. И сейчас у нас есть только небольшие разногласия, которые касаются объема перевозок, населенности вагонов, то есть те технические термины, которые должны быть приняты органам регулирования за основу при принятии соответствующего тарифного решения. Поэтому надеюсь, что в рамках согласительной комиссии мы все эти разногласия снимем и уже к концу года завершим всю работу, связанную с заключением договора и с обеспечением этой суммы в рамках нашего областного бюджета. 230 тысяч валакжан уже сделали прививку от гриппа. Самые высокие темпы вакцинации в Бабушкинском районе, самые низкие в Череповецком. Всего в этом году планируют привить от гриппа 430 тысяч человек, в том числе 120 тысяч детей. И медики говорят, что прививаться есть смысл. Подъем заболеваемости прогнозируют на конец декабря, а в регион придет новый штамм гриппа – гонконгский. Подробнее расскажет Юлия Савинцева. Подъем заболеваемости в этом году специалисты прогнозируют на конец декабря. Среди населения будут циркулировать два новых штамма вируса гриппа – тип B и так называемый гонконгский грипп. Оба опасны, говорят медики. Как обезопасить себя, расскажем далее. Что делаете, чтобы не заболеть? Что я делаю? Я одеваюсь по погоде, завариваем дома шиповник, боярышник. И, конечно же, ведем активный образ жизни. Не болеем, шарфики да шапочки все. Ну что, ем лук, чеснок, чай с лимоном. Ну, если что, приболею, я стараюсь сразу сходить в баню, попариться. Чеснок и очень часто опроветриваю форточки в доме. Окошечки иногда открываю, когда вот на улице так текло. Делаем каждый день заряд, обливаемся холодной водой. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения на Северном полушарии и в Российской Федерации, у нас на территории Вологодской области прогнозируется подъем заболеваемости в конце декабря, в начале января. То есть это будет уже самый настоящий разгар заболеваемости гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. В циркуляции в этом году будут вирусы гриппа А и Б, вирус гриппа А, H1N1, свиной грипп, который и определяет вот всегда всю заболеваемость и осложнение. Вирус А, H3N2, это гонконгский грипп, который впервые будет циркулировать у нас. Ну и вирус гриппа Б, это два штамма, Брисбен и Кукет, тоже которые будут циркулировать на территории у нас в области Российской Федерации. Все гриппы, у них течение практически у всех одинаковое, но у этого немного тяжелее протекает он. Страдают в основном дети и лица пожилого возраста, а любой грипп, он опасен своими осложнениями. А осложнения это и пневмония внебольничная, которая, вирусная пневмония протекает в очень тяжелой форме, ну и миокардиты, гаймориты и прочие все заболевания, которые вот могут возникнуть, если человек не сделает прививку. Человек, если сделает прививку, он тоже может заболеть, но заболевания протекают в легкой форме и без всяких осложнений. Та вакцина, которая на сегодняшний день используется на территории Российской Федерации, это эффективная вакцина, хорошая вакцина. Ее состав включены именно те штаммы, которые будут циркулировать на территории области именно вот в этом году. Это вакцина Гриппол, Гриппол плюс. И после 20 октября планируется уже последняя поставка вакцины Сови Грипп для детей. Для детей на сегодняшний день, к сожалению, вакцины в области у нас нет, прививать нечем. Но все желающие, кто хочет привиться, и мы призываем к этому, что прививаться обязательно надо в этом году. И каждый год надо прививаться перед сезоном заболеваемости Гриппом и ОРВИ. Они могут обратиться в поликлиники по месту жительства и получить прививку либо за собственные средства, если они вакцину купят. Если это группы риска, то им сделают прививку бесплатно. На сегодня в области у нас заболевание Гриппом не зарегистрировано. Эпидемическая ситуация благополучная и спокойная. Поэтому самое время прививаться против Гриппа. Ну и если брать, вот прошлую неделю у нас было зарегистрировано чуть побольше 10 тысяч заболевших Грипп острыми респираторными вирусными инфекциями. А в циркуляции у нас сейчас это пара Грипп и Риновирусная инфекция. Они циркулируют также еще Аденовирусная инфекция. То есть вирусы не гриппозные, теологии. И дети в общей структуре занимают 74%. Самая эффективная мера профилактики – это вакцинация. Вот больше ничего. Надо вакцинироваться. Ну а от острых респираторных вирусных инфекций – это, естественно, одеваться по погоде, ну и укреплять свой организм. Правильное питание, зарядка, прочее. Больше бывает на свежем воздухе. Ну и если что-то, то принимать эти меры, которые у нас сейчас в аптеке есть, повышать свой иммунитет. В Вологодской области подвели итоги конкурса «Вологодская книга». В этом году аркомитет отобрал из более чем 700 заявок 343 печатных издания, поступивших в фонды библиотеки в качестве регионального обязательного экземпляра. Кому достались книжные «Оскары», расскажет Надежда Демидова. Лучшие книги, изданные в 2015 году на Вологодщине, выбрали сегодня в областной библиотеке имени Бабушкина. В конкурсе принимало участие более 300 изданий, оценивали эти книги строгие жюри, в число которых вошли как эксперты в области книгоиздания, так и ученые, преподаватели, ну и, конечно же, простые читатели. Конкурс этот уже не первый, конкурс пятый, небольшой юбилей. Своя рода это книжный «Оскар» в Вологодской области. Что он объединяет? Он объединяет в себе издательство, объединяет библиотеку научную, которую эти издательства получают в качестве обязательного экземпляра. Соответственно, есть жюри, которые оценивают с нескольких критериев эти книги, которые поступают в библиотеку, и по семи номинациям выделяют лучшую книгу, лучшее издание. Ну и есть такой высший наград, это книга книг. Лучшая книга Вологодской области. В чем задача этого конкурса? Это популяризация издательства, популяризация полиграфической продукции, потому что книг выпускается значительное количество в Вологодской области, авторами-волокжанами. То есть и все это как раз ассоциируется с этим конкурсом. Издательство «Вологодский областной информационный центр» за энциклопедический словарь биографии «Герои Вологодщины». Полные георгиевские кавалеры, герои Советского Союза, полные кавалеры ордена славы, герои Российской Федерации. В 2015 году Вологодский областной информационный центр издал две книги. Это «Обновленное издание героев Вологодщины» и «Генералы-адмиралы Вологодщины». И еще к двум книгам, вышедшим в этом году, это «Книга предназначения» и «Только вперед», наши сотрудники приложили уроку. То есть они участвовали в написании текстов, в создании макетов этих книг, дизайна, фотографировали для них. Так что мы считаем, что к четырем книгам мы приложили руку. И мы очень рады, что две книги на сегодняшней церемонии звучали. Конечно, мы рады за наших постоянных партнеров. Это за полиграф книга, с которыми мы издаем все книги, которые вышли при нашем участии, которые стали победителями в своей номинации с книгой «Только вперед». И книга «Герои Вологодщины» – это издание, которое очень трудно нам далось, в которое вложено огромные усилия, тоже вошла в число лауреатов конкурса. Награждается полиграфическая фирма «Полиграф книга», руководитель Альберт Ашотович Масикян, с книгой «Олег Кушинников – «Только вперед». Вот эта книга. Поздравляем победителя. Просим пройти на нашу зеленую ковровую дорожку. В книге принимали участие все. От директора до последнего грузчика, наверное. Все очень переживали. Мы вообще переживаем за любую книгу, в принципе. А эта книжка сложная, и сделать ее плохо означало уничтожить труд всех тех людей, которые ее готовили. Я знаю, что готовили ее долго и сложно. В общем-то, это не пять минут и не пять дней. Очень много людей было занято. И дизайнеры, и фотографы, и авторы. Поэтому просто не могли ее сделать плохо. Кто же будет победителем номинации «Вологодская книга года»? «Города и вести средневековой Руси». «Книга года. Города и вести средневековой Руси». «Издательство «Приемности севера». «Книга книг 2015 года» на Вологодщине. Большинство вологжан завершают сейчас дачный сезон. А дачные воры, наоборот, готовятся к открытию. И, к сожалению, раскрываемость у таких преступлений не очень высокая. В кооперативах никого уже нет. И задержать преступников по горячим следам практически невозможно. Для сравнения, за прошлый год зафиксировано 112 дачных краж в Вологде. Раскрыто только 47. Как обезопасить свои фазенты от дачных воров, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Поздние сорта капусты, зелень до яблоки – вот, пожалуй, и все, что еще не убрано с огородов. Большая часть дачников уже покинула свои участки. Кто-то уносит последний урожай, кто-то готовит домики к зиме. Самая главная забота дачников – в осенне-зимний период уберечь имущество от воров. Некоторые относятся к этой проблеме философски и с некоторой долей юмора. Другие же хоть как-то стараются обезопасить свои владения. Где-то чистокол и замки на дверях и калитки, где-то двухметровые заборы, закрытые ставни. Но все это ворам не помеха, делятся местные жители. Нужны меры посерьезнее. Например, в садовом обществе у Анатолия организовано круглосуточное дежурство. Сторожка, свет есть, пычка есть, дрова заготавливаем, топим, пришел, затопил, все тепло. Какой график у людей? Раз в месяц. А если кто-то не хочет дежурить, то как? 200 рублей платить за дежурство. Это в течение 5-6 месяцев, значит, 1200 заплатить. Сотрудники полиции отмечают, что эта мера более эффективная, чем замки. На удаленных дачных участках злоумышленники могут воспользоваться срезающим инструментом, и шум никто не услышит. Поэтому стражи порядка разъясняют в дачных кооперативах, как можно защитить свое имущество. На осенне-зимний период ценные дорогостоящие имущества все-таки не оставлять на зиму в домиках, а перемещать их куда-нибудь или домой, или в гаражи, чтобы они в домиках не хранились. Также рекомендуем ставить домики под охрану неведомственную. По электричеству некоторые участки, конечно, отличаются, но если у вас дом подключен, все-таки рекомендуем обесточить ваш домик в случае того, чтобы, если про проникновение граждан антиобщественного элемента, чтобы они там не оставались ночевать. Так у вас есть отопление, там обогреватель тоже, к сожалению, не оставлять. Понятно, если по проникновению могут похитить ваши имущества, также могут, вследствие того, что идут от не общественного образа жизни, могут совершить поджог вашего домика, может быть случайно, может быть полномерно. Но, со своей стороны, проводим политические беседы с председателями, садоводческих товарищей, непосредственно с гражданами. С начала этого года в полицию поступило 80 заявлений о кражах в дачных домах, находящихся на территории города Вологды. На данный момент раскрыто 35 преступлений, несколько уголовных дел находятся на стадии завершения, по остальным проводится активная работа. Оперативники отмечают, что расследование зачастую осложняется большим временным промежутком между совершением кражи и ее обнаружением по весне. Помочь могут небольшая камера, поставленная на въезде в дачный кооператив, дежурство жителей. Но если такой возможности нет, то выйти из ситуации можно хотя бы иногда, проведывая свою дачу. Тогда преступление можно будет раскрыть по горячим следам. Анастасия Антипина победила в главном интеллектуальном шоу страны «Что, где, когда». Программа вышла в эфир 9 октября. Команда знатоков не смогла ответить на вопрос нашей землячки, который, кстати, был признан лучшим. Наши журналисты встретились с Анастасией Антипиной. Против вас играет экономист Анастасия Антипина. Город Череповец. Вопрос нашла чисто случайно в книжке «История моды», она так и называется. Что натолкнуло меня отправить? Ну, давным-давно хотелось, но ничего достойного не попадалось. Поэтому, помимо этого, я еще пять вопросов отправила, но, видимо, этот оказался самый удачный. Вопрос Анастасии заключался в следующем. Какой предмет в 19 веке имел очень широкое распространение? В нем хранили лекарства, рисунки, ноты и даже театральные бинокли. Экстравагантная версия, что это все-таки цилиндр. На самом деле, этот предмет – трость. За участие в программе Анастасия получит денежный приз. Поздравлять ее начали еще вчера. Сегодня девушка тоже получает много звонков и сообщений с поздравлениями. Такой успех побудил Анастасии участвовать еще. Приблизительно поняла, как надо грамотно составлять вопросы. Буду пробовать еще. Это были итоги недели. На первом интернет-телевидении Вологодской области встретимся через 7 дней.